Мы продолжаем рубрику «Человек труда». В городской станции скорой медицинской помощи трудится больше ста фельдшеров. Одна из них – Тазаголь Джанаева, которая своей любимой профессии посвятила 20 лет. Подробнее – медработники, которые ежедневно спасают жизни людей в следующем сюжете. Это пятый по счету вызов с начала смены Тазаголь. Водитель включил сирену, бригада на скорости мчится по адресу, чтобы оказать больную помощь, а может и спасти жизнь. Вот в таком режиме Тазаголь Джанаева работает в службе скорой помощи 20 лет. Со слов фельдшера, с самого детства она мечтала приносить пользу людям, спасая их в тяжелой ситуации. У Тазаголь двое детей, и несмотря на то, что мама отсутствует сутками, они спокойно справляются с домашними делами вместе с папой. Рабочий день фельдшера начинается в 8.30 утра и продолжается 24 часа. Мы выезжаем на разные вызовы, можем приехать на помощь к наркоманам, алкоголикам и не знаем, к чему это может привести. Работа очень опасная. Выезжаем на ДТП, суициды, падения, к потерпевшим с ножевыми ранениями. Видим все и помогаем всем. Это наша работа. Таких фельдшеров, как Тазаголь Джанаева, с большим опытом работы немного. В основном она обслуживает вызовы первой категории в случае, когда необходима экстренная помощь. Были случаи в 20-летней практике Тазагуль, когда в машине скорой помощи приходилось принимать роды и спасать пациента с остановкой сердца с помощью дефибриллятора. Таких фельдшеров, как Тазаголь первой категории, немного. У них очень сложная работа, что они только не видят. Выезжают на огнестрельные ранения, ДТП, суициды. И важно, когда в такие моменты приезжает на помощь именно знающий и опытный фельдшер. Сейчас много молодых, и им еще учиться и учиться у старших коллег. Очень хочется, чтобы все были такими преданными своему делу, как Тазагуль. В сутки мы обслуживаем по 20 вызовов. В период пандемии было около 30 вызовов. Сейчас следующий вызов. Третья категория – ребенок с температурой. Несмотря на то, что профессия Тазагуль сопряжена со значительными физическими нагрузками, нервными стрессами, опасностью и порой сложными условиями труда, она продолжает выполнять свою миссию, оказывать помощь тем, кто нуждается в этом. Жанна Руслана Мангельдетур Ахмет, Дидар.